Девочка-пай 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 Это был завет, это были стройматериалы, о которых мы говорили. Это были моменты, которые были очень важны для того, чтобы понять, что же лежит в основании семьи для того, чтобы правильно строить. С сегодняшнего урока, с сегодняшней программы мы идем к более детальным вещам, которые уже будут говорить о том, что же делать дальше или как все эти стройматериалы применять, где и все остальное. И наша тема сегодня это атмосфера в семье. Я думаю, что очень интересная тема. И я прямо уже вижу, как к экранам компьютеров все больше и больше подходит людей, потому что они услышали очень интересующую их тему, атмосфера в семье. Вот. И мой первый вопрос к нашим экспертам. Что это такое и для чего оно нужно в семье, атмосфера? Видишь, Аллах, Бог так создал человека, то он вначале создал атмосферу, чтобы человек мог жить в этой атмосфере и полноценно жить. И он так ее создал, что сейчас мы, когда берем семью, то мы видим, что атмосфера, она также нужна в семье. И важно вернуться в начало, в ту атмосферу, которую Бог создал в начале, поскольку после грехопадения человека атмосфера, она изменилась. Вошло много примесей, и чаще всего люди именно страдают из-за того, что пользуются неправильной атмосферой, я бы так сказал. Бог настолько чудесный, что он все действительно сотворил со средой обитания. Например, рыбки не летают по воздуху, они плавают в воде, или птички, они в воде не плавают, они летают. И точно так же кактусы где-то на юге растут, пальмы ели больше на севере растут. И для человека тоже нужна своя атмосфера, не только для его тела, но и для его души и духа. И самой идеальной атмосферой для развития человечества, извиняюсь, это была атмосфера Едемского сада. Там было все супер, Господь сотворил все прекрасно. Во-первых, там в Едемском саду Адам и Ева, они могли напрямую общаться с Богом. Для души у них тоже все было прекрасно, был настолько красивый, чудесный рай, это было вообще супер тоже. И для тела тоже прекрасные, сочные плоды, они там и птички пели, вообще здорово было. Что им помешало находиться в этих райских условиях, или зачем они сделали это, чтобы уйти оттуда? Любопытство. Любопытство. Знаешь, однажды зашел на сайт один, и там, интересно, была кнопочка написана «Не заходить». Я зашел туда, и там сразу написано «Вот вы и попались». Я думаю, у Бога не было такой позиции, чтобы сказать «Вот вы и попались». Но, тем не менее, дерево познания добра и зла, оно находилось среди Эдемского сада. И человек, естественно, проявил себя, в данном случае это была женщина. Конечно. Что привело к тому, что атмосфера, она нарушилась. Она претерпела сильные изменения, и то, что сейчас мы видим, это уже последствия атмосферы. И то, о чем мы говорим, и Божье желание вернуть человека в ту атмосферу, в которой человек может чувствовать себя комфортно, защищенно, благословенно, жизнерадостно и устроенной жизнью. И именно в эту атмосферу мы и хотим, чтобы каждая семья могла войти и жить в правильной атмосфере. Ведь если неправильная атмосфера, человек может развиваться неправильно. Разные наклонности могут быть. Я смотрел на наш огород, когда немножко влажность увеличивается, смотришь, помидоры, они начинают исчезать. То есть для разной культуры есть своя атмосфера. И вот в Эдемском саду была именно та атмосфера, которая способна защитить человека, дать ему будущность и благословить его. Именно там присутствие Божье находилось, как уже Марийка сказала. То есть Бог предусмотрел для человека самый идеальный вариант. Что случилось? Любопытство. Я бы сказал, грех, который пришел в жизни человека, он извратил... Змея. Да, через змея, там же разные варианты были. Но тем не менее, человек пал. И нарушилась вся атмосфера. И пришел Иисус Христос, который желает, чтобы через Него эта атмосфера восстановилась. Через Него мы можем жить в семье и дышать именно той атмосферой Царства Божьего. Ну, вот в принципе, такой момент произошел в жизни человечества. То есть была какая-то атмосфера, которая через наставление Божье позволяла людям находиться в безопасности, комфорте и хорошем настроении. И были два дерева, дерево познания добра и зла, дерево жизни, в которых Господь сказал, что по каким-то причинам, я не хочу вам сейчас объяснять, почему, но вам не нужно их трогать. И проблема возникла тогда, когда люди не послушались Бога. В принципе, ты обратил внимание на то, что инициатором была женщина, но в принципе, мужчина недалеко ушел от этого. Потому что, если бы он бодрствовал, то он бы сказал, ну, а я не буду пробовать. Ты попробовал, а вот будешь с собой отвечать перед Богом. Но в принципе, он позволил себе сделать то же самое. Я не смею возразить, он просто настолько и любил, что он решил взять на себя весь удар на себя взять. Он был настоящий мужик, да, он промазал, но тем не менее. Да, теперь мы раскрыли этот секрет, понятно. После грехопадения так и получилось. Началось обвинение, вот женщина, жена, которую ты мне дал, вот она не устояла и... То есть подвергнуть сомнению то, что Бог дал самое лучшее, самое прекрасное. И вот здесь уже и начинается вот этот вариант извращения человека. Ты, который мне дал. Будто если бы он выбирал, он смог бы выбрать гораздо лучшее. Я в этом очень сомневаюсь, поскольку выбор у него уже был, и он его не мог сделать. То есть основная причина, почему нарушилась атмосфера и гармония внутри семьи у Адама с Евой, это непослушание. В принципе, то, что и сегодня происходит в семьях. То есть Бог дает нам определенное наставление через Слово Божие. Если мы следуем послушании тем законам и наставлениям, о которых мы говорили в предыдущих 13 занятиях и программах, значит мы имеем гармонию, полноту, благословение, успех. Если мы не слушаем, то значит приходят какие-то моменты, которые разрушают отношения и между мужем и женой, и между родителями и детьми. Я думаю, это идет от отношений человека с Богом, ведь вся атмосфера от него исходила. И если человек именно нарушается отношение с Богом, теряется атмосфера именно отношений человека с Богом, она теряется в семье, это автоматически происходит. И смотри, Бог не только сказал просто живи и наслаждайся этим, и все. Нет, Он же поручил, Он сказал возделывай и охраняй. Хранить и возделывать. И смотри, ну возделывать, наверное, они возделывали, но они не смогли охранить. Все-таки змей прополз в этот едемский сад. Где-то вот была брешь, где они не усмотрели. И испортил всю атмосферу. Да, причем смотри, змей приполз к Еве, когда она одна была. Потому что по разговору видно, что он ее одну там где-то обольстил. То есть смотри, когда мужья с женами разделяются, а когда они не вместе, очень легко их по одному сразить, змею. И первоначально было наставление возделывать, было наставление защищать. Что же произошло после того, когда они не послушались Бога? Здесь написано, что им пришлось тяжело работать. И мало того, эта работа не приносила им ни радости, ни удовлетворения. И для жены тоже определены были наставления, что она будет в боли рожать. То есть интересно, значит, изначально план Божий был, чтобы не в боли женщина рождала? Вот интересный вопрос. А я бы дальше продолжу этот момент еще. Из того, что Бог сказал о женщине, не только в боли рожать будешь, но еще и к мужу увлечение твое, и он будет воспользоваться над тобой. И вот это часто происходит в судьбах людей. Окей, что это такое? Объясни подробнее. Паша, ты заинтриговал нас всех. Пожалуйста, объясни нам. Это как раз последствия нарушения той атмосферы первоначальной, которую Бог создал, оригинальную атмосферу для человека. Но когда человек не послушался голоса Божьего, он выбрал другой путь. Именно вот этот путь он и предлагает сегодня людям, именно скрывается в этом пути господство над женщиной. Мужчина над женщиной. И еще вот к мужу увлечение твое, да? Вот кто, как не жена, хочет именно иметь семейный очаг? Кто, как не жена, хочет быть все-таки замужем? Кто, как не женщина, хочет все-таки создать семью? Не мужчина, как бы мужчина, он уже как бы первый делает предложение, но все равно желание женщины всегда быть семейной, быть в семье. Поэтому как бы она влечется к мужчине, она хочет быть… Инициатор. Ну не то, что инициатор, все-таки мужчина делает первый шаг, но желание у нее больше создать семью. Создать как бы очаг. Да, вот здесь слово очаг. Потому что мужчина все-таки как бы добытчик, он меньше думает о том, как там все устроить, как там все расставить, куда вещи повесить, все остальное. Его дело это где-то что-то застрелить или словить, принести, отдать и сказать, ну я же обеспечил, вот вам еда, вот вам одежда, как бы все остальное. А остальное меня не касается, я пошел дальше промышлять. А женщине вот необходима любовь мужчины, защита мужчины. Вот поэтому вот это вот влечение у нее есть, а он господствует. Потому что слово влечение, оно очень интересно, это влечение. То есть на самом деле не всегда понятно, в какой области происходит это влечение. Я думаю во всех. Я думаю, знаешь, кто какой области более… Я бы сказал, наоборот, менее защищен. Вот оттуда и происходит. Если человек голодный, он будет ходить возле Мигдональдса где-то рядом. Запах, он будет привлекать его, привлекать, и однажды хочет зайти или купить, или каким-то образом приобрести. А если одежды не хватает, он будет возле магазина с одеждой. Если кому-то что-то негативное нравится, вещи, фильмы какие-то, боевики, еще что-то смотреть, он будет только это искать и это смотреть, потому что у него есть какая-то потребность вот в этом. И то, что дерево было в Эдемском саду, я думаю, что Ева не однажды проходила мимо. Думаю, не однажды. И затем обратила внимание, насколько оно привлекательное. И произошел тот процесс, о котором мы говорим. Есть еще один такой момент, интересная версия такая, что влечение к мужу – это влечение господства к мужу, быть первой. И особенно сегодня, мы с вами уже в программах раньше говорили о том, что мужчины доходят до такого состояния, что не хотят, мы сейчас говорили, что приносить одежду, добывать еду, быть добычкой. Они сегодня не хотят этими людьми быть. Они как бы, я не знаю, кем они вообще хотят быть, но эту функцию они не хотят делать. И получается, что женщина автоматически из-за того, что в ней есть потенциал какой-то и внутреннее желание заботиться, особенно если есть дети, то есть неважно, что делает муж, она будет продолжать заботиться, она будет продолжать что-то делать, и автоматически она становится первой. И здесь вопрос не в том, что, может быть, она хотела бы занять эту позицию, но из-за того, что муж ее не занимает, она ее физически заняла. Но бывает так, что и женщина умышленно хочет занять эту позицию, потому что ей кажется, что ее муж недостаточно умен, недостаточно смекалист, недостаточно еще как-то справляется с своей позицией. Абсолютно верно, да. Это правда, есть такие моменты, но писание все равно возвращает ситуацию на место, что даже если твой муж недостаточно компетентен в твоих глазах, чтобы занимать первую позицию, все равно ты должна сделать все возможное, чтобы он чувствовал, что он первый. Ну, знаешь, кто-то сказал, за более сильным мужчиной, который состоялся, состоит более сильная женщина. Поэтому я думаю, это очень справедливое высказывание. И многие, я уверен, очень многие мужья, они состоялись, потому что их жены состоялись. Может, это не поддается логике, но это именно так. Поэтому, дорогие мужчины, благословляйте своих жен, особенно если вы успешны. Знайте, что этот успех, он зависит больше, может быть, от жен, нежели от вас самих. Чтобы жена была за мужа, а не против мужа. Или вы не так говорите. Не то, что мы сейчас кого-то там особенно выделяем или поощряем, но мы говорим о том, что успех семьи – это успех вот этой атмосферы, которую делают оба человека. Не перетягивая одеяло на свою сторону, не говоря, а я вот лучше, а я главнее, а я больше делаю, а ты меньше делаешь. То есть это вообще никак не относится к атмосфере семьи, правильно? Абсолютно. То есть люди, которые строят отношения… Они делают атмосферу, но негативную атмосферу вот этим вот своим соревнованиям. Видишь, какой момент? Любовь не ищет своего. То, о чем мы говорили совсем недавно, да? Если она уходит, вот тогда начинаем… Кто больше сделал? Вот тогда будем и канат перетаскивать, и разные остальные вещи, которые будут только в минус тащить семью, и атмосферу еще больше портить. Нам не хочется находиться в атмосфере, где кто-то ее испортил. Аминь. Вот здесь у вас в статье есть библейские примеры того, в какой атмосфере росли и воспитывались дети, и вдали от своей семьи, вдали, может быть, от родителей, как они воспринимали реальность и в каких позициях они оставались. Вот есть уникальный пример. Верующие люди, читающие Священное Писание, помнят прекрасно о маленькой девочке, служанке Неймана, да? Когда у Неймана возникла проблема, и ему сказали, вот здесь есть девочка, которая знает, значит, как тебе можно помочь. То есть вдали от родины, вдали от близких людей, она смогла сохранить ту внутреннюю среду, которая, так сказать, была внутри семьи, да? Почему? Я думаю, что именно в этом возрасте младенческом, когда она находилась в той атмосфере семьи, и там, где именно Божье присутствие было, это была настоящая реальная атмосфера Эдемского сада. И именно она оставила свою печать в этом ребенке. И та любовь, которую она приобрела, именно благодаря атмосфере Царства Божьего, она и выдала эту любовь. И я уверен, что человек, который реально имел отношение с Господом, жил именно в атмосфере Божьего присутствия, его куда не поместишь, он всегда будет излучать то, с кем он питается. Ведь самое важное, это как наш иммунитет, который защищает нас от всяких вирусов, от всяких болезней. И именно атмосфера Царства Божьего, или атмосфера Эдемского сада, я бы сказал, это одно и то же, она дает способность человеку защитить, в какую бы среду его ни поместили, позже. Но если он пожил в этой атмосфере, он всегда будет выигрывать. И именно любовь двигала этой девочке, и она подсказала военачальнику. И всегда это пример, когда маленькая, лет 4-5 девочки, но она могла донести эту любовь. Не постеснялась, не побоялась. Вот действительно в любви нет страха. Она сказала, и ее послушали почему-то. Большой военачальник послушал маленького ребенка. Мы, родители, не часто слушаем детей в таком возрасте. Мы скорее готовы дисциплинировать или игнорировать на их просьбы. Но в данном случае это был ответ для Неймана. Знаешь, вещь тут ситуация какая. Во-первых, у нее была нужда, у нее была проблема, у нее был повод, чтобы кого-то слушать. И, наверное, уже настолько было тяжело, что он был кого угодно слушать, даже ребенка. Мы же растем вместе с нашими детьми. И мы их каждый день видим. И это же наша атмосфера, которую мы создаем. И получается, что вот они перед нами. А когда кто-то со стороны даже о наших детях скажет что-то, мы сами вдруг смотрим, а, действительно, оказывается, в нашем ребенке и это есть, и это есть. Буквально в эти выходные прошел межкультурный фестиваль «Калинка». Здесь у нас в Спринфилде, Массачусетс. И моя средняя дочка выступала. Во-первых, очень многие, вот я рассказывал на работе, еще где-то говорю, вот и моя средняя дочка выступала. Я говорю, старшая? Нет, средняя. Никто не ожидал, что средняя, потому что, в принципе, для нее это был, условно говоря, дебют, хотя она уже выступала в церкви несколько раз, но не так часто, как старшая. А один человек вообще подошел и сказал, ты понимаешь, мне очень сильный потенциал заложен. Из всех их, мы пели даже песню все вчетвером с детьми. И этот человек подошел и говорит, обрати внимание именно на нее. Понимаешь? То есть, и мне, может быть, сказало, что, ну, а что мне особенного такого, да? Что старшая поет, что средняя поет, или я там замечаю, и младшая уже поет. А вот он обратил внимание именно на нее. Поэтому я сейчас должен обратить тоже на это какое-то внимание, правильно? Соответственно, и здесь как-то. И смотри, вот Нейманша что-то увидел в ней. Он не просто так вот, ну, вот пошел. Если бы он не видел в ней вот этого стержня, вот действительно вот этой вот божественной части, которая в ней, он бы тоже не обратил внимания на ее слова. Ну, ребенок, что он там может сказать? Ну, вот насколько вот она впитала до вот этого маленького возраста. Она, во-первых, была в плену. Какое ей дело до этого врага, который ее взял в плен? Она могла его ненавидеть всей душой, правильно? А тут она вот, она знала, во-первых, она была уверена в том, что Бог живой, то, что Он действующий, то, что Он исцелится. Потому что иначе, смотри, если действительно, о, а вдруг не исцелится, а вдруг что-то не получится. Ей это стоило, могло стоить жизни потом. Да. Ну, и смелость, и любовь, и вот эта вот… И вера. И вера в Бога. Я вообще вот это герой. Ты представляешь, это было видно в этой маленькой девочке. Да, и это увидел Нейман. Я бы сказал, это вызов для нас, взрослых людей. Нейман в ней увидел что-то, что его привлекло или заставило послушаться. Ведь там была чужая культура, вообще атмосфера совершенно далека от Царства Божьего. Но, тем не менее, вот был то, было то у нее, был кто-то у нее внутри, что обратило его внимание настолько сильно, и он принял такое решение. И я думаю, это для нас, взрослых, важно подумать, какую мы создаем атмосферу и носителей какого царства мы являемся. Это хороший такой поиск подумать. Вообще, в Писании очень много примеров таких, когда именно светские цари, светские люди, не относящиеся к Израилю, к вере в живого Бога, видели в божьих людях божественные вещи и тянулись к ним. Это и в случае Сидраха Мисаха и Эвдинага, это и в случае Даниила, это и в случае Неемии и в других местах. Мы всегда видим, как уникально Бог работает через свой народ в других местах. И поэтому сегодня очень многие люди берут эти местописания и с этим идут в политику, для того, чтобы там приносить что-то божественное в это всё, вместо того, чтобы говорить, что это всего лишь вещи, которые не нужны нам. Приносить атмосферу Царствия Божия вместо атмосферы зла, греха и смерти. Сейчас в мире царствует атмосфера смерти. То, что мораль, которая наносится сейчас и везде проповедуется, это атмосфера смерти. Культура смерти. Культура смерти, да. Потому что полые браки ни к чему другому не приведут, как к смерти человечества. Всё. Они, у них нет жизни за ними. Поэтому вот где бы мы ни находились, мы настолько должны пропитаться атмосферой Царства Божия, чтобы потом, когда мы идём в среду смерти, она не отравила нас. Смотри, вот эти люди, которые мы перечислили, вот эта девочка, она настолько впитала в себя эту божественную атмосферу, что даже она уже потом у врагов жила, и эта атмосфера не перебила, не отравила. В тех же Сидрах Месаха и Авдинага, и Даниила тоже, они не отравились атмосферой. У них от того, что они, они же на больших постах стояли. Могла бы крыша так съехать, а не ух, они чего-то добились в жизни. Всё. Ну, подумаешь, там, когда-то они были верующими, когда-то они были с народом Божиим. Они могли дальше продолжать заниматься своей, ну, абсолютно другой образ жизни принять. Но нет. Настолько они были пропитаны вот этой атмосферой божественной, правильной, Царство Божие, что никакая атмосфера уже другая, греховная, не могла их сбить с толку. Теперь давайте дадим конкретный ответ нашим телезрителям и людям, которые будут нас смотреть. Мне очень хочется, мне очень хочется. Я верю, что однажды пастора и лидеры церквей начнут смотреть наши программы. Не только наши, но вообще вот программы подобные этим, где люди говорят о реальных вещах, где мы пытаемся вскрыть реальные проблемы, реальные какие-то волдыри в церкви, не ради того, чтобы раскрыть наготу, но для того, чтобы сказать, люди, у нас есть проблема, нам нужно ее решать. И нам кажется, что мы знаем, как это можно сделать. К чему я веду? К тому, что человек отвлеченный, может быть, или человек, просто давно ходящий в церковь, мог подумать, да, вот правильно, они, наверное, очень много Библии читали, они, наверное, там постились, молились, или за них там родители молились. И это все хорошо, но одним словом это можно назвать атмосфера семьи. Это не просто синагога, это не просто раввин, это не просто их отношение к божественному народу, вот они, Божий народ. Одни семьи могли позволить себе какие-то вещи, вообще отвлеченные от закона Божьего, а другие семьи продолжали быть верными этому всему. Да. Опять мы возвращаемся к узкому кругу, к узкой ячейке. Семья. Друзья мои, семья. Вот определяющий фактор, почему эта девочка выросла, послушная закону Божьему, знающая, что Господь хочет, почему Даниил вырос таким, почему Сидрах и Мессахов Динага выросли такими, почему Ниемия продолжал быть уверенным в том, что Господь хочет от его жизни, потому что в его семье, я не верю, что было как-то по-другому, я не верю, что он не видел примера ни в отце, ни в матери, ни в чем-то окружающем, и вдруг он стал каким-то таким вот религиозным человеком, который хотел вот все это делать, да? Да, именно семья. Именно семья. И знаешь, Аллах, еще один пример добавлю библейский. Помнишь один момент, когда пригласили мужей и предложили им вина попить? Помнишь ситуацию? И один ответил, знаешь, мы не пьем вина, потому что отец наш Иоанн Адап завещал нам не пить вина из секиры, и мы не пьем. И Бог возревновал, говорит, послушайте, народ, сколько вам говорю, а вы меня не слушайте. Но я именно здесь хочу показать вот эту последовательность, то, что из семьи, атмосфера, которая была в семье, отец говорил, было послушание, и чтобы им не поставили, они сказали, мы не будем, потому что отец наш сказал нам это не делать. Как интересно. Бог поднял их на высоту, этих людей. То есть тот же самый Эдемский принцип. Послушание или непослушание. Да? Да. Остается. И сейчас мы давайте спроекцируем на современное время, потому что очень хорошо говорить о библейских примерах, но мы живем в какое-то время, и мы говорим, что это время несет нам культуру смерти, и мы видим это буквально повсюду, что бы мы ни смотрели, куда бы мы ни бросили сегодня свой взгляд. И очень часто, особенно семьи людей, живущих в эмиграции, они ощущают особенно это давление. Особенно в развитых странах, конечно, куда же еще выезжать? Выезжают в лучшую жизнь из стран с меньшим достатком. Неважно, что это, Германия, или Франция, или Англия, или Америка. И вдруг люди сталкиваются с какими-то проблемами, вопросами, с какими-то чуждыми нюансами культурной жизни. Начинаются какие-то проблемы трения между родителями и детьми, в частности, порой даже между мужьями и женами. И возникает следующий вопрос. Они говорят, вот культура внесла вот такой дисбаланс в нашу семью. Как будто бы люди даже не были, так сказать, готовы к этому. Вот мы жили в своих странах, все было замечательно, потому что у нас были свои как бы устои, свои законы, свои правила. Мы приехали сюда, и они пошатнулись, потому что наши дети там почувствовали свободу какую-то, и они уже против нас могут что-то говорить. На самом ли деле эта культура повлияла на семью? Или все-таки это не совсем твердые и крепкие взаимоотношения, не совсем сплоченная атмосфера внутри семьи приехала в другую атмосферу? Которая и проверила. И здесь она была испытана немножко по-другому, и стало ясно, что внутри что-то не так. Не снаружи просто это все давление идет, а изнутри что-то не так. С иммунитетом проблема называется. Именно так. Потому что не было действительно атмосферы, правильной атмосферы. Может быть, эти принципы не строились ни на любви Божией, ни на свободе. Все-таки Господь — это не только там огонь поедающий. Да, или там с дубинкой, который только вот и ждет, что Он только сделает шаг лево, шаг право, и я тебя вот сейчас. И понимаешь, вот когда мы воспитывали детей в таком состоянии, страха, то приедя, когда они приехали сюда, конечно, они поняли, что здесь родители их наказывать не смогут. И все. И получилось, что они как бы с цепи сорвались, и все, и ушли. Но вот эта вот атмосфера страха, она неправильная атмосфера. Это не Божья. Мы часто думаем, что это Божья атмосфера, и так вот ее нагнетаем. Но это не Божья атмосфера. Были какие-то ошибки, были какие-то пробелы. Были пробелы в отношениях неправильных, в непонимании. Такие материалы были использованы для построения. Абсолютно, да. И поэтому атмосфера была неправильная, они неправильно выросли уже. Я думаю, знаешь, это просто как оправдание. Вот мы там как бы все так делали и понимали детей, а здесь надо язык выучить той страны, куда переехали, надо вот это. А не получается, а не хочется. И теряется контакт с детьми. И получается, атмосфера совершенно другая в доме. Но я именно уверен, как уже сказали, что вся проблема, она была внутри. Что мы можем посоветовать? Какие шаги можно предпринять для того, чтобы вернуть эту семью в правильное русло Эдема, в состояние Эдема? Я бы сказал, что это время, которое мы проводим с семьей, его сделать просто больше, если кто-то еще проводит. Серьезно, серьезно. Я с тобой абсолютно согласен, но эта фраза звучит так страшно на самом деле. Ну, во-первых, вообще, чтобы начать вообще переход в атмосферу Царства Божия, надо просто осознать некоторым людям, что они находятся вне Его. Ага. Даже люди, находящиеся в церкви, могут находиться вне. Могут абсолютно находиться в атмосфере вне Царства Божия, вне Эдемского сада. Они могут находиться в атмосфере в своей семье, где тернии, в полчице, где дыры, где лисы поедают, и где все. Значит, легче прийти в церковь, где все уже устроено, мы пришли, побыли и ушли. А кто работать будет в семье? Ну, в церкви там пасторы, проповедники, служители работают над тем, чтобы как-то тернов меньше стало. Слово Божие говорят, веру вселяют, надежду, людей вдохновляют. А кто дома это будет делать? Мы считаем, что если мы детей привезли в церковь и сами приехали, то они там получили то же, что мы. Но ведь они не получили то же, что мы получили. У нас разный возраст, разное духовное понимание разных вещей, и у нас взгляды немножко больше дальше, то, что можно есть взрослому твёрдую пищу, то ребёнку её не дашь, он не поймёт, что это такое. И вот здесь именно, я думаю, есть пробел в семье, когда разные отношения в семье и в церкви, и атмосфера в церкви и с церкви, она не приносится в дом. Потому что нужно предложить вплотную столкнуться со своими сорняками. А никто их хочет. Лучше пускай разбираются, привели детей, пускай их воспитывает. Но в итоге, ну как, возрастная школа не досмотрела, что мой ребёнок стал. Лидер молодёжи. Да, ну да, мы же найдём, как бы, знаешь, оправдание — это всегда удел слабых людей. Если человек не хочет, он найдёт оправдание. Но если он хочет, он найдёт тысячу возможностей. Как сделать, чтобы его семья, именно его семья, я думаю, знаешь, здесь может больше теряется ответственность за свою семью, или как недооценка. В одной из статей мы писали о том, что семья — это Божий подарок для человека. И как человек обращается в семье, он обращается с Божьими детьми. И вот здесь, я думаю, отношение, оно будет менять атмосферу в семье, когда человек будет это трезво понимать, что Бог спросит с него не за церковь, сколько он там посетил или был, сколько слушал хороших проповедей, а именно за вот тот маленький, может быть, участок, 4-5 человек, семья, ну сколько, больше у кого. За ту часть стены Иерусалимской, которую Господь ему доверил. Вот, вот, а нееми, если читаем, именно вот за эту часть. И там, кстати, в этой стене стояли семьями, восстанавливали, что очень важно отметить. Поэтому предлагать усилия, чтобы атмосферу всё-таки, как Марика сказала, с покаянием люди могли посмотреть на свою семью церковь, это прекрасно, здорово, благословенно. Но если семья разваливается, если дети, они уже потеряли атмосферу Царства Божьего, то, что мы, родители, должны создавать, приносить именно вдвоём, то Бог спросит именно за вот это меньшее. Плюс ко мне сейчас в память приходит ещё один нюанс. Вот ты начал говорить о том, что привозят церковь, как бы там оставляются, но, есть ещё одно но, дети видят родителей в церкви одними, прилежными, аккуратными, хорошо одетыми, которые держатся, всё правильно говорят, знают, где нужно сесть, где нужно встать. Но когда они приходят домой, они видят совсем других родителей. К сожалению, да. И возникает конфликт. И тогда мы можем говорить кому угодно и что угодно, в воскресной школе или молодёжному пастору, или старшему пастору, люди добрые. Но если мы сами ведём жизнь двойных стандартов каких-то, мы в каждом месте совсем абсолютно разные люди, мы никого не обманем. Абсолютно никого не обманем. Дети проверят и покажут. Понимаешь, и никому от этого лучше не будет. И поэтому мы теряем наших друзей, поэтому мы теряем наших детей, не потому, что культура смерти такая жестокая и так прямо вот атакует нас, потому, что мы сами, мы сами ведём себя неправильно, мы ведём себя несвято, мы ведём себя нечестно, и поэтому происходят эти моменты. Правильно? Да. Часто неправильно расставляем приоритеты. Хотим что-то большее, огромное, тянемся к тому, чтобы там, не знаю, пророчествовать, горы переставлять, евангелизация огромная делать, но в то же время говорим, а Бог о детях позаботится. Да, он позаботится, но он это на тебя поручил, на тебя возложил эту ответственность. Ангел с неба не придёт воспитывать твоих детей, это твой удел, это твоя обязанность прямая. И поэтому Писание говорит, верный в малом. Один, два ребёнка, пять, десять, кого как Бог дал, но он дал по твоим силам. Значит, поставь приоритеты. Церковь классно, с Господом, здорово, без него никак не будет. Идёт семья. Если будет крепкая семья, будет крепкая церковь. Это как бы понятно уже, как отче наш, но тем не менее, мы не влагаем сюда ничего. О чём, сколько можно, вот, пример, за месяц, сколько в церкви, например, в вашей, говорили о семье, или вообще вспоминали, что семья существует. Очень редко, очень редко, к сожалению большому. Вот отсюда и выходит. Плюс тому, ты вспомнил об обещании. Скажем, ещё более, так сказать, тонко, потому что мы уже эксперты здесь, мы изучаем более основательность этих вопросов. Завет. Я всегда возвращаюсь к мысли, когда меня одолевают какие-то откровения, у меня очень много откровений, я человек эмоциональный, что я лично, добровольно, непринудительно дал завет моей жене, заботиться о ней, о детях, обо всём. Меня никто к этому не принуждал. И это моя обязанность. Это моя обязанность показать моим детям Бога Отца. И вот, когда ты сказал эту фразу, к сожалению, раньше она ещё чаще звучала, сейчас, может быть, немножко реже, но всё-таки ещё в некоторых семьях остаётся, что Бог позаботится о детях. Бог и так заботится о всех детях. Но Бог поставил тебя, дорогой мужчина, дорогой глава семьи, ведь ты претендуешь именно на такую позицию, глава семьи, Он поставил тебя, быть ответственным за эти вещи. Не меня, не твою жену, не твоего пастора, не кого-то другого, не пророка твоей церкви, а тебя, чтобы ты был ответственным за своих детей. И ты этот баланс между служением и воспитанием своих детей должен сам решить. Из тебя, Бог спросит, а не с кого-то другого. Ни на кого ты не перенесёшь потом эту ответственность. Ты можешь сейчас не согласен быть со мной, ты можешь говорить сейчас, ух, какой он дерзкий, молодой человек. Я верю, тебе потом откроются эти вещи, почему я так говорю сегодня об этом. Потому что, как Павел сказал, ревны, возревновал Господь сейчас об этом, чтобы сказать тебе, именно тебе, тот, который сейчас слушаешь эти слова, что ты ответственен за свою семью, за свою жену, за своих детей. Амин. И что интересно мне, я наблюдаю в жизни, такой, опять же, мы говорим о вещах, которые мы хотим исправить, о которых мы будем в конце программы молиться. Люди верующие, исполненные Духа Святого, знающие, слушающие о воле Божьей в церкви каждое воскресенье. Они ходят на все служения, они ходят на разбор слова, ну всё прекрасно, идеально делают. Но в семьях у них есть очень много брешей, очень много каких-то разрывов, очень много конфликтов, проблем, непониманий, унижений. Иногда я смотрю на людей светских, и они живут намного дружнее, намного крепче, поддерживая друг друга. Я думаю, Боже, почему так? Эти люди не имеют ни силы Божьей, ни знающие, ни воли Божьей, ни слушающие Слово Божие всю неделю, но они могут на душевном уровне поступать намного совершеннее, намного удачнее, лучше, нежели люди, знающие, и которым дано это. Почему? Я думаю, просто пренебрежение душевными отношениями. Мы как бы говорим, душа нам как бы не очень нужна, ведь все-таки дух, он важный, потому что дух и душа, они противятся друг другу, мы используем такие места Писания. И поэтому нам душа, она как бы и очень не нужна, поэтому и любви признаемся, женам очень редко. Душевная, плоская, бесовская? Ну вот ближе к такому, знаешь, когда человеку выгодно, эта позиция, она это занимает, а вот дух устремится, но мы все равно по земле ходим и общаемся с людьми. И вот здесь жертва общительности, здесь именно то, что создает, влияет на создание атмосферы поверх. Когда придешь с улыбкой домой, с работы, а если еще какой-то цветок принесешь или хотя бы что-то сделал для семьи, и ты знаешь, что жена этого хотела и приносишь, не забыл об этом, а вспомнил, поверх это меняет атмосферу, она улыбается, вы улыбаетесь, и смотришь, от улыбки хмурый день, светлее. Это реально и это работает. Ну, знаешь, как-то хочется прийти домой такой, как есть. Вот в церковь такой, как есть, не приходишь. Приходишь верующий, святой человек, одетый, правильно, а вот домой приходишь, какой есть. И вот здесь уже очень сложно все-таки день с улыбки начать. Ну, вот такие моменты есть. И знаешь, я еще один момент вспомнил. Был такой негативный пример. Священник Илья, если ты помнишь, и у нее было двое сыновей, и вот там как-то отмечено в Библии, что он не заботился о их воспитании. И они, сколько народа они соблазняли, отвращали от священодействия, от того, чтобы люди в храм приходили. Это был священник, и было слово через него от Господа настоящее, истинное, и правильное, верное, но было что-то одно. Оказывается, можно иметь отношение с Господом, можно получать слово, передавать его, но в то же время написано, он не заботился о детях своих. Одно, я бы не сказал, что оно идет в противовес, но тем не менее, Бог его упрекнул, что он не заботился от детей. Важен баланс между этим. Вот, именно вот это. Я уверен, что для Творца брака, для Господа всегда было важно настоящее и будущее, поскольку он видит нас в начале и видит нас в конце. И я думаю, вот здесь, на священника Ильи, я уверен, что Бог хотел, чтобы дети, сыновья, они продолжали его служение, чтобы тоже помазание, которое было на священника Ильи, оно было на его детях, и это был пример. Но в данном случае, да, он имел отношение с Богом, он правду говорил, все, но Бог имел одно против него. Интересно, я вспоминаю другое место из Нового Завета, где сказано, что, а кто о своих и о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже не верно. И тоже ходит в церковь. Понимаешь? То есть, это же вообще страшные слова. Отрекся от веры. Казалось бы, здесь же не сказано, что если он не читал Священное Писание, если он каждый день не молился, если он не посещал все служения церкви, здесь сказано, что если он не заботился о своих домашних, если он не переживал о их душевном состоянии, то он отрекся от веры и хуже неверного. Какое сравнение идет? А в другом месте Писания, уже в Ветхом Завете, вот мы говорим о послушании и непослушании, да? Помните, непослушание сравнивается с колдовством. Да? Есть такое место. Вау! То есть получается, что если мы не слушаемся Божьих Заветов в плане взаимоотношений на душевном уровне между мужем и женой, между родителями и детьми, между одной семьей и другой семьей в церкви, между тещей, которая очень часто приводит пример, к сожалению, негативный, что это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно, друзья мои. У кого сегодня есть какие-то проблемы с тещей, свекровью, пожалуйста, поставьте это на правильное Божье место. Вот. И Писание говорит, вы колдуете, вы находитесь вне воли Божьей, как ты сказал, вы находитесь вне состояния Царства Божьего, вне настроения Царства Божьего. Так знаешь, что печально? Мы обманываемся и пытаемся что-то построить божественное, но в то же время, знаешь, силы же его отрекшиеся. Вот с чем, я думаю, что именно вот душевный разрыв и он приводит вот к этой ситуации. Чем его можешь восполнить? Это нарушается связь, это нарушается гармония. У неверующих людей есть связь физическая, есть связь душевная, и некоторые люди поддерживают, развиваются, есть люди интеллектуальные, они заботятся о своей семье, и поэтому на этом этапе они больше устраиваются, больше устраиваются. То, чего им не хватает для полноты, это спасение. Да. Это того, чтобы просто Господь пришел в своей полноте, и они просто стали духовно рожденными свежими. меня всегда тоже волновали эти вопросы, почему участвуют в неверующих семьях, атмосфера бывает лучше, чем верующих. И я так поняла вот для себя вот что, что сами, не зная Творца, да, вот эти люди, они пользуются его законами в атмосферах семьи. Смотри, Царство Божие – это любовь, праведность, мир и радость во Святом Духе. Да. Вот Царство Божие. У них праведность, наверное, присутствует, они правдивые, честные друг перед другом, радость у них присутствует, мир у них присутствует. Да. Чего? Это дефицит, это вот Царство Божие. И вот получается, они пользуются то, что Господь даёт и его Царстве, при этом не признавая самого Творца. Вот это тоже жалко, что вот они… Но тем не менее, когда они вот этим пользуются, это работает. Понимаешь? Вот насколько Царство Божие большое, что оно работает, даже вот они не признают Творца как Творца, а пользуются его законами, и оно работает на каком-то этапе в их семье. В этом случае я вспоминаю, вот римского сотника, да? Ведь человек действительно тоже был абсолютно далёкий от народа Божьего, но он поступил так, что никто в народе Божьем так не поступал. Он сказал, я даже не пойду к Иисусу, потому что если он только слово скажет, этого будет достаточно. Даже самая сэрфинькиянка, она сказала, послушай, если псы будут даже крохи есть, этого будет достаточно. Это будет достаточно. Это меня всегда удивляло. Люди, которые были вне Царства Божьего, порой демонстрируют такую веру, о которой Христос говорит, я не видел такой веры в Израиле. Друзья мои, насколько сегодня нам нужно смиряться перед Господом, чтобы нам не оказаться в таком состоянии, чтобы нам Христос привёл сегодня в пример каких-то людей, он скажет, да оба, мы больше вера, чем у нас. И сейчас многие телезрители говорят, да ну, какой Обама, какая в нём вера. А вы знаете, если вы будете поступать точно так же, как вы сегодня по-прежнему поступаете, Бог может привести вам и Обаму в пример, и кого угодно может поставить в пример, даже Аслицу может поставить в пример того, что она будет поступать намного умнее, намного грамотнее и послушливее, нежели сегодня поступаем мы с вами. Я думаю, знаешь, Алекс, одна из причин, это как соль, которая потеряла силу. И я думаю, что Бог, как Создатель атмосферы Эдемского сада, дав возможность нам, получив спасение, дал свой дар благодати, и Он ревнует, что мы, как люди, имеем познание то, что люди в этом мире не имеют, имеем какой-то опыт уже общения с Богом, уже где-то исцеление получали, где-то свободу получали, и живём, не являем Его, не являем Его царство на земле, и я думаю, Бог ревнует, поэтому мы и оказываемся в таком болоте, вроде верующий и неверующий, вроде женат, и как бы и не женат. И поэтому Он говорит, ты не холодный и не горячий. И поэтому Бог ревнует, поэтому некоторые люди, даже христиане, они вот так и живут, несчастные жизни, будучи омыты, оправданы, благословенны, имея столько успеха в жизни от Господа, говоря о реальных отношениях с Господом, имея поклонение, прославление, но в то же время быть глубоко несчастным человеком это трагедия. Я думаю, Бог ревнует, и поэтому он говорит, славу свою никому не дам. Но говорит в другом месте Писания, если люди не заботились иметь Бога в разуме, то вот то, что мы видим, атмосфера, она... И дам Бог превратному уму. И друзья мои, это не только... Сейчас я знаю, о чём вы подумали, потому что мы очень часто христиане манипулируем этим местом священного Писания, говоря о сексуальных меньшинствах. Но поверьте мне, что это не только об этом здесь сказано. Это очень серьёзное предостережение для каждого из нас. Не дай Бог, чтобы Господь отнял у нас разум и дал нам превратный ум. В Писании в Ветхом Зависии сказано, что если Бог хочет наказать, Он отнимает разум. То есть это та же самая ситуация, предать превратному уму, потому что не прославили Бога как Бога, потому что не захотели слушаться, потому что не захотели следовать, не захотели смиряться. И это на всех уровнях, друзья мои. И если вы один, исключительный человек, а вокруг вас одно болото, то это уже стоит задуматься о том, что может быть это совсем не так. А может быть, Бог действительно даёт вам такое служение, чтобы стоять в проломе, молиться за этих людей, но ни в коем случае не говорит, что они какие-то мерзкие, жалкие, ничтожные, вот они такие, ничего не знают, один только я остался, и моей души ищут, ни в коем случае. Просто Бог в сегодняшнее время в этой культуре смерти даёт вам особенную ревность, особенное служение для того, чтобы стоять в молитвенном проломе. Не обличать налево-направо, а стоять в молитвенном проломе. Это совсем разные вещи. И быть очень осторожными с обличениями и со всеми остальными вещами, с наставлениями какими-то. Вот, действительно слушать, когда Господь скажет, пойти, и может быть, кому-то что-то сказать. Ты знаешь, как раз к этому случаю один хороший проповедник написал в книжке, приведу этот пример, знаешь, вот приходит один человек в избу и говорит, «Ой, у вас тут так затхло, у вас тут темно, как вы тут живёте, как тут вы дышите?» Эти так на него посмотрели, побили и выкинули. Второй приходит, говорит, «Ой, так у вас же тут дышать нечем, атмосфера такая плохая, всё испорчено, душно, грязно, как вы тут сидите?» Они его тоже побили и выкинули, они прижились, они не знают, что у них плохая атмосфера. А третий пришёл молча, просто взял и открыл окна, и все увидели, что вот атмосфера. Поэтому знаешь, как важно вообще просто своим присутствием менять атмосферу, если ты живёшь в атмосфере Царства Божьей. Где бы ты ни был, ты принесёшь эту атмосферу с собой. Запах живительной жизни. Да, ты принесёшь с собой праведность, ты принесёшь с собой мир, ты принесёшь с собой радость во Святом Духе. Ты просто, знаешь, не тьма поглощает свет, а она бежит от света. Когда мы свет, мы куда бы ни приходили, тьма разбегается. Поэтому, если в нас есть вот эта атмосфера Царства Божьей, если мы ею пропитаны, то никакая гнилая атмосфера не устоит перед нами. Поэтому самое важное не говорить о том, что ты прогнил, не это, что ты это, а вот именно являть вот эту сферу собой. Вот это вот важно. И поэтому, те, кто нас слушает, просто сядьте, муж и жена рядом, извесьте и посмотрите на атмосферу своей семьи. Хорошо ли вам вообще находиться в своём доме? Комфортно или нет? Хорошо ли вам общаться друг с другом? Как ваши дети? Они убегают из дома, когда папа возвращается с работы? Или они бегут к нему? Если от вас убегают ваши дети, это беда. Значит, у вас атмосфера не Царство Божие, а чего-то другого. Просто взвесьте это всё, посмотрите на всё это. Потому что, если сейчас дети маленькие убегают от вас, то потом вы будете от них убегать. И потом будет ещё хуже. Поэтому посмотрите на эту атмосферу. Что вы несёте в себе? Если у вас нету внутри вот этого огня, вы, может быть, хотите изобразить эту атмосферу, а её нету, просите её у Господа. Он даст эту атмосферу своего царства. Это вот настолько важно именно осознание того, что нету. Взвесьте всё и просите Господа, чтобы вот его атмосфера просто переполняла вас. Аминь. Я думаю, это хорошая нотка для того, чтобы сейчас помолиться о том, чтобы эта атмосфера благодати, любви и гармонии Божьей она могла прийти всеми тех телезрителей, которые нас смотрят и которые ещё будут нас смотреть, всеми тех людей, которых мы знаем. Просто сейчас в сердце наше принесём их перед Господом. Хорошо? Давайте. Повальше. Господь наш, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Ты вчера, сегодня и во веки тот же, Господь. Благодарим Тебя, что Ты видел наше прошлое, наше начало. Ты видишь нас сейчас, видишь наш закат жизни, Господь Иисус. И всё, что мы хотим, хотим исполнить волю Твоей на этой земле, Господь. Хотим, чтобы атмосфера Твоего Царства Божьего, она распространялась через наши дома, через наши семьи, через наших детей, Господь. Мы хотим, чтобы наши дети, они служили Тебе, они распространяли Твою атмосферу, Господь Иисус. И мы благодарим Тебя за Твое обетование, потому что Ты сказал, вселюсь в вас, буду ходить в вас, Господь. О, как Ты велик, Бог наш. И Ты желаешь преображаться через нас, чтобы мужья и жены, дети, они в семье могли видеть Тебя, Господь, который вселился, который живёт, который действует, который царствует, Господь Иисус. Дары каждому из нас, быть той солью, которая осоляет этот мир, Господь Иисус. Я молюсь Тебе о семьях, которые слушают нас, о мужьях, о женах, Господь Иисус. Прикоснись с Духом Твоим Святым, каждому сердцу, Господь. Когда Ты приходишь, приходит атмосфера Твоего Царства, которая преображает нас, которая даёт жизнь, и нам хочется жить, нам хочется радоваться в Тебе, Господь Иисус. Мы благословляем именем Твоим, всех зрителей, всех слушателей, Господь. Пусть атмосфера Твоего Царства, она станет достоянием каждой семьи, каждого мужа и жены, каждого ребёнка. Господь наш, мы благословляем, мы молимся во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья мои, мы очень рады, что этот час вы были вместе с нами, с программой «Реанимация брака». Мы не только реанимируем браки, мы даём направление Божьего движения для вашей семьи. Возможно, у вас всё хорошо, возможно, вы только начали жить. Слава Господу, мы очень рады за то, что вы, может быть, вчера родилась ваша семья, или поза вчера, и мы хотим, чтобы она была очень успешная и очень благословенная, и это сможет произойти только тогда, если вы положите своим основанием священное Писание, Божий закон, если вы пригласите Господа в свою семью и будете очень внимательны к тому, что Он говорит в вашей семье, и будете создавать эту атмосферу Царства Божьего, о том, что сегодня уже было сказано. Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это то, что мы желаем вашим семьям. И в конце нашей программы мы хотим озвучить результаты конкурса. Друзья мои, я думаю, вы помните, что мы какое-то время назад объявили конкурс о том, что тот, кто пришлет самое интересное оригинальное поздравление для служения My Home Sweet Home, у них было в мае месяце пять лет их служению, тот получит майку. И мы очень рады вам сообщить, сообщить, что победителем этого конкурса стала Анна Мурина из Филадельфии, штат Пенсильвания. Это наша постоянная телезрительница, и она проявила особенную смекалку и особенную активность. И мы рады будем послать эту майку ей и ее мужу Валерию. Пусть Бог благословит вашу семью. Спасибо, что вы нас смотрите, и мы верим, что вы и дальше будете продолжать нас смотреть. Друзья мои, будьте внимательны к тому, что происходит в нашей программе. Может, мы иногда будем еще какие-то конкурсы объявлять, и вы захочете что-то еще получить в подарок от нашего служения, от нашей программы. Будьте внимательны. И вполне возможно, что в последующих программах мы скажем что-то и о вас, и для вас, и это будет благословением для вашей семьи. Мы очень рады, что вы были с нами, и мы остаемся с вами, и мы будем дальше продолжать говорить об атмосфере семьи. Это была 14-я программа реанимации брака. С вами в студии был я, Алексей Инцевич, ведущий, и наши эксперты Павел и Мария Рускевичи. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok